МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По информации, Алтайский край с каждым годом привлекает все большее число туристов. Что привлекает именно в нашем регионе людей из разных стран? Здесь, наверное, секретов нет никаких. Самое главное у нас – это природа, наши объекты. Конечно же, горы, конечно же, степи. А кто-то начинает вновь открывать для себя ароматы степей, соленых озер. Поэтому в первую очередь природа. А уж дальше, как мы умеем гостеприимно встретить, это оценивает все больше и больше туристов. Это показатель. Что касается различных программ, форумов, которые проходят, действительно, туристский центр удивляет разнообразнейшие программы и гости, которые приезжают, творческие коллективы. Расскажите, визит Алтай, чем отличается от других мероприятий, в чем фишка и чем удивляете в этом году? Как правило, когда мы говорим о визите Алтая, мы подразумеваем, что это форум, который нужен для специалистов туристской отрасли. И, соответственно, это воспринимается как профессиональное мероприятие. На самом деле очень большая программа и разные целевые аудитории. В первую очередь это, конечно, люди, которые занимаются туризмом как бизнесом, как профессией и самореализуются в ней. Соответственно, им важно и нужно поговорить друг с другом, увидеть новые тенденции, пообщаться с экспертами. Есть и спортивная часть, и, наверное, вы слышали, знаете, давно зарекомендовавшие себя мероприятия, входящие в программу «Визит Алтая». Это лосиные игры, это барнаулка, это апрельский кураж, это то, куда мы приходим с вами отвлечься, развлечься, а кто-то и показать свои рекорды. Ну и, конечно же, это праздник цветения моральника, потому что что такое открытие сезона без массового народного гуляния? Что будет такого, может быть, необычного в этом году? Потому что понятно, что праздник цветения моральника – это уже традиция для Алтайского края, но, тем не менее, каждый год что-то новое внедряете. Вот что будет в этот раз? В этом году стратегия праздника, и, наверное, одна из главных фишек нашего режиссера – это тогда, когда мы с вами общаемся с творческими людьми, с артистами, с художниками, с актерами, буквально глаза в глаза. То есть это праздник, который проходит на траве, концерт на траве. Это когда… Такий пикниковый формат, да? Да, когда вы приезжаете, и вся центральная аллея превращается в большой концертный зал. Вы видите огромный экран, на котором идут лучшие видео, заставляющие вас поехать не только в горы, но и в степи, или в Белокуриху открыть заново, или увидеть события, на которые вы хотели поехать летом. Это мольберты, на которых вы можете вместе со студентами факультета дизайна наших колледжей нарисовать себе цветущий моральник. Это возможности наших музеев, которые выезжают с настоящими экспонатами, и при этом вы чувствуете себя комфортно в гостиной шестидесятников, или увидев настоящую репродукцию известного художника Чарос Гуркина. Это, конечно же, очень много музыки, когда вы идёте и то скрипка, то индейцы, которые танцуют, то русские хороводы. Это много разных анимационных площадок, где каждый найдёт для себя что-то своё. Поэтому, как традиционно, цветение моральника — это праздник каждого, где мы с вами не зрители, а участники, герои. Ну вот если говорить в целом о «Визит Алтай», получается, это мероприятие растянуто на несколько дней, на различных площадках. А территориально где это всё проходит? Стартует всё в Барнауле. То есть в Барнауле всё равно краевая столица всегда задействована? Конечно. И есть мероприятия, которые притягивают всех специалистов из других районов к себе сюда для того, чтобы начать, допустим, форум. У нас есть такое интересное мероприятие, как стратегическая сессия для муниципальных образований. Звучит как-то суховато. Очень важно. Но на самом деле для всех понятно, что у нас 59 районов, 11 городских округов, и каждый по праву считает себя возможным заниматься туризмом. И, конечно, им нужно будет пообщаться между собой. В этот раз с нашим управлением по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского окрая приглашены очень интересные эксперты, которые дают внешний взгляд и очень интересную работу внутри. Стратегическая сессия, в нашем понимании, это несколько групп, которые работают, делятся опытом, и проекты рождаются здесь же, и рождаются какие-то планы и перспективы. И тем самым, собираясь даже в Барнауле, мы подразумеваем, что весь Алтайский край участвует в бизнес-программе нашего форума. Это получается больше такой полезный формат именно в плане профессионального развития туристической отрасли нашего края, правильно? Конечно. Потому что, в первую очередь, в туризме мы, конечно, рождаем свои идеи, но и смотрим за другими. Поэтому для того, чтобы двигаться вперед, нужно четко ососновать где-то сейчас. Далее как программа будет продолжаться? Куда мы двигаемся? Программа двигается в Белокуриху, и в Белокурихе будет обсуждение стратегии развития санаторно-курортного комплекса Алтайского окрая. Ну и, конечно же, невозможно говорить о стратегии Алтайского окрая без отрыва от федерального уровня, поэтому также приезжают федеральные эксперты, и на площадке в Белокурихе директора санаториев, маркетологи, управляющие. Они занимаются разработкой виденья на несколько лет вперед, и, естественно, это закладывается в основополагающие документы. То есть какое-то внедрение новых технологий? Ну, я думаю, что это будет скорее обсуждение тактики и стратегии, что нужно делать Алтайскому краю, чтобы оставаться на тех лидирующих позициях, которые есть сейчас. А что касается развлекательной программы, вот, допустим, если человек хочет приехать, поучаствовать не как спикер из профессиональной отрасли, а именно просто отдохнуть, посмотреть на красоты, как вы говорите, насладиться природой, к какой день ему нужно все-таки куда приехать и что его будет ждать? Ну, есть два таких, две целевых аудитории, да, есть люди, которые приезжают на деловой форум, как на программу обучающую и для обмена опытом, в частности, когда мы говорим с вами о нескольких странах, это в том числе и подготовка к крупнейшему туристскому мероприятию Российской Федерации, который будет проходить на территории Алтайского края, Большой Алтай. Он состоится уже в июне, но для того, чтобы он состоялся на должном уровне, собирается в рамках международного форума эксперты, выезжают со своей программой, в том числе и по территории Алтайского края. И у них, кроме деловой части, кроме развлекательной части, будет, конечно же, возможность экспертно оценить наши площадки. Для тех, кто едет на Алтай отдыхать и не заниматься делом, отдохнуть от тех дел, которые его всегда достигают в городе, конечно же, начало федеральных майских выходных не случайно совпадает с цветением моральника. Сейчас уже моральник цветет, поэтому не только праздник, но еще и то самое созерцание, когда мы с вами поднимаемся в горы, видим красивые лилово-розовые растения и получаем удовольствие, которое сохраняется вот с такой же улыбкой, как у власть на весь год. Главное, чтобы погода еще не подвела. Я думаю, погода в этом году. Хотя я помню, в том году был дождь, но это не остановило абсолютно людей. Как было? Была толпа, да? Гуляла и праздновала. Я думаю, что в этом году вообще ничего тоже не должно помешать. То же самое с цветущим моральником. Даже если он под снегом, это великолепное зрелище. Что касается стран, мы говорим, что это международный форум. Какие страны принимают участие и кто эти люди, кто приезжают сюда? Ну, уникальная позиция Алтая в том, что это приграничный регион. И мы понимаем, что Алтай, он не только русский, не только Алтайский край, республика Алтай. Это, конечно же, и Казахстан, это Монголия и Китай. И в планах, что эти делегации приедут на форум для того, чтобы как раз начать подготовку, ну, так скажем, выйти на финишную прямую перед проведением Большого Алтая, форума, который объединяет все страны. И вот он уже проводился в Китае, в Монголии и в Казахстане. И в этом году Россия принимает на территории Алтайского края. Поэтому очень важное мероприятие. И эти страны, отдавая должное Алтайскому краю, приезжают для того, чтобы деловую программу в том числе и сделать вместе. Насколько важно, что теперь по Алтайскому краю будет проводиться почетная миссия, тем более, если Россия принимает именно Алтайский край? Какая подготовка ведется и как давно? Подготовка ведется, ну, насколько я понимаю, знаю главного организатора этого форума, этого фестиваля Большой Алтай. Она уже несколько десятков лет. Потому что для того, чтобы организовать игры в природной среде, это нужно быть, во-первых, самому спортсменом и должного уровня воспитывать команды здесь у нас, а у нас ассоциация детского и молодежного туризма этим занимается. Это нужна еще подготовка, как ивент маркетологов, потому что нужно обязательно делать праздники правильными, не только в спортивной части. Это опыт проведения имиджа фестивалей в Монголии, Китае и Казахстане. Поэтому Алтайский край России – это уже, можно сказать, пиковая часть. Поэтому посмотрим, как это будет выглядеть в этом году. И всячески будем стараться туда попасть. И кроме визита Алтая, кроме цветения моральника, всех приглашаем на открытие фестиваля «Большой Алтай», который будет проходить в Белокурихе в июне. Отлично. Татьяна Ивановна, спасибо большое за интервью. Я напомню, с нами была Татьяна Сажаева, директор туристского центра Алтайского края. Хорошего настроения. До встречи в эфире. Спасибо.